Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые члены экспертного совета, коллеги, представители исторического сообщества. Сегодня у нас с вами первое заседание экспертного совета по развитию исторического образования, первое в 2023 году. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я предоставлю слово Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Ассоциации Российского исторического общества. Я хочу поблагодарить вас за неизменное внимание к вопросам исторической науки, исторического образования, исторического просвещения, за совместную работу над решением всех тех вопросов, которые волнуют не только преподавателей-ученых, но и студентов-историков. Сергей Евгеньевич, вам слово. Добрый день, уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые коллеги. 2 февраля – совершенно особый день в отечественной и мировой истории. Ровно 80 лет назад наша страна, наш народ одержали сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. Именно под Сталинградом был достигнут коренной перелом в войне, продолжен путь к освобождению огромных территорий и последующему разгрому нацизма в Европе. Сколько бы лет ни прошло, с тех пор образ непокоренного города на Волге, Сталинграда, навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа, прочной духовной опорой перед лицом любых внешних угроз и вызовов перед лицом любых врагов, в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись. Глубоко убежден в том, что тысячелетняя история России, неотъемлемой частью которой является и победа под Сталинградом, это наше общее достояние, наше общее наследие. И у каждого молодого человека, живущего в нашей стране, есть неотъемлемое право знать эту историю. Руководствуясь этим подходом, Российское историческое общество и Министерство образования и науки России в прошлом году объединили свои усилия в целях системного повышения качества преподавания истории в высшей школе. Первым шагом в этом направлении стало решение о фактическом двукратном до 144 академических часов увеличении объема преподавания истории России на всех направлениях подготовки с переходом к общему содержанию этого курса во всех высших учебных заведениях страны. Сегодня нам предстоит рассмотреть финальную редакцию концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования. Благодарен Юрию Александровичу Петрову и его коллегам за оперативную и очень качественную подготовку этого документа. Хотел бы поблагодарить и всех тех, кто принимал участие в широком обсуждении проекта концепции. Дискуссия велась на площадках многих отделений российского исторического общества в российских регионах. Предложения поступали как от вузов, так и от академических институтов. Знаю, что разработчиками было рассмотрено порядка 500 конструктивных дополнений и замечаний, и большая часть которых в текущей редакции уже учтена. Разумеется, в истории нашей страны есть еще немало событий, которые также могли бы быть упомянуты в концепции. Однако, учитывая необходимость ее непосредственного внедрения в образовательный процесс, уже в следующем году предложил бы утвердить этот документ сегодня. Впереди еще большая методическая работа, в которой тоже есть свои подводные камни. Так, к примеру, мы с вами неоднократно говорили о том, что теперь не менее 80% курса истории России в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами, подразумевая под этим непосредственную работу преподавателя в аудитории. При этом, как говорят знающие люди, сталкивающиеся с этим на практике, С формальной точки зрения, контактной работой может считаться любая работа, не являющаяся для студента самостоятельной. Например, лекция, проведенная онлайн, или, допустим, семинар, одновременно организованный сразу для нескольких десятков или даже сотен студентов. Полагаю, что следует заранее подумать над тем, как можно было бы избегать подобных случаев. Подчеркну, что любой формализм губителен в решении стоящей перед нами государственной задачи. Знаю, что некоторые высшие учебные заведения уже успели подготовиться к новым требованиям. Но, конечно, не все. Поэтому предложил бы обсудить сегодня и разработку вспомогательных методических материалов и запуск новых программ повышения квалификации. В завершении хотел бы подчеркнуть, что принимаемый нами документ в первую очередь устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать каждый студент, а не к методам достижения образовательного результата. У высших учебных заведений должна сохраняться необходимая свобода действий и возможность пользоваться собственными и методическими наработками, и образовательными технологиями. Впоследствии мы, безусловно, проанализируем полученные результаты и выявим наиболее эффективные практики. Валерий Николаевич, спасибо. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич. Принципиальные изменения в жизни современного российского общества невозможны без широкого осмысления важной роли исторического образования, исторической науки в общественно-политическом, экономическом, социальном и культурном развитии страны. История, как известно, является той областью знаний, которая создает преемственность поколений, влияет на гражданско-политическую культуру, мировоззрение, нравственные ценности человека, и в широком смысле на становление личности. А это становление происходит не только в школе, но и во многом в высших учебных заведениях, в университетах. История, как наука и одновременно учебная дисциплина формируют отношение общества к своему прошлому, учит по-новому смотреть на настоящее, формирует целостное мировоззрение. Кроме того, именно в знании нашей истории кроется основа российской модели выстраивания межнациональных отношений и ее полиэтничности. Задача университетов во все времена была подготовить настоящих патриотически настроенных граждан своей страны, людей, думающих, творческих, широких кругозором. И в решении этой важнейшей задачи дать не только профессиональное знание, но и широкий кругозор, и сформировать навыки мышления, в том числе критического мышления, немалая роль принадлежит социально-гуманитарным дисциплинам, в первую очередь истории. У нас есть большая цель, а именно воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее будущее, мыслящего человека. Российской молодежи нужна опора в виде достоверных знаний, и Министерство науки и высшего образования работает в тесном контакте с другими федеральными органами исполнительной власти, в первую очередь с Министерством просвещения, с Росмолодежью, для того, чтобы создать единую систему преподавания истории от начальной школы до окончания университета. Базовые знания об истории России должны получать все, кто получает высшее образование, вне зависимости от специальности и направления. В этом плане в прошлом году, как было сказано, мы предприняли значительные усилия, внесли изменения в образовательные стандарты в части дисциплины «История России», которые уже вступили в силу, и, как было сегодня справедливо отмечено, с 1 сентября текущего года будет считаться обновленный курс истории в объеме не менее 144 часов. Относительно контактной работы, я убежден, что ставку нужно делать на классическую аудиторную работу со студентами, лекции, семинары, причем в том числе и в малых группах, развивать неформальные подходы для того, чтобы достичь той непростой цели, а именно сформировать широкий кругозор и одновременно подготовить думающих людей. Здесь, конечно, никакой формализм не уместен. И мы будем поддерживать устремление университетов к тому, чтобы как раз главным было вот такое вдумчивое последовательное отношение к делу, а не просто распределение нагрузки и ее формальное, так сказать, отношение к этому. Работа по усилению исторического компонента велась планомерно и давно. Много раз публично с различных трибун говорили об этой мере. Время подготовиться было. Сейчас всем тем вузам, которые еще до этого не сделали, необходимо обратить внимание на кадровое и методическое обеспечение, предусмотреть время в расписании занятий. Обращаю внимание, что нагрузка, тут я буду говорить профессиональным языком, в четыре зачетные единицы надо рассматривать в первую очередь как возможность развития кадрового потенциала и кадрового усиления соответствующих кафедр. В данном случае я обращаюсь в первую очередь, конечно, к ректорам университетов. Именно они ответственны за все эти процессы, связанные с развитием кадрового потенциала и в широком смысле с организацией нагрузки на преподавателей. Рекомендую привлекать молодежь активно к преподаванию истории. Со своей стороны хочу отметить, что коллектив экспертов под руководством директора Института российской истории Юрия Александровича Петрова была проделана большая работа по созданию концепции преподавания истории для неисторических специальностей и направлений подготовки реализуемых вузов. Концепция полноценно отражает современное состояние исторической науки и включает в себя содержательный минимум, который должны усвоить все, кто получает в России высшее образование. Такой подход к изучению истории станет важным элементом национальной системы высшего образования. Это будет ее одной из отличительных особенностей. Юрий Александрович, для предоставления концепции передаю слово вам. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Игорь Николаевич, коллеги. Я попытаюсь вкратце подвести итоги этой очень действительно серьезной и ответственной работы, которая была начата в мае прошлого года, когда Миноборнауки, Российское историческое общество, Институт российской истории подписали дорожную карту о создании этой концепции. В Институте была создана рабочая группа, которая к осени прошлого года подготовила первый вариант этого документа. Проект был вынесен на обсуждение профессионального сообщества и очень широкого общественного сообщества. Большая роль в организации обсуждения принадлежит российскому историческому обществу, которое задействовало в этой дискуссии практически все свои отделения в большинстве субъектов Российской Федерации. О ходе работы над концепцией было доложено президенту Российской Федерации на встрече историков с Владимиром Ильичем Путиным 4 ноября прошлого года. Проект обсуждался на целом ряде форумов, организованных при непосредственном участии Минобранауки, в частности, на первом национальном форуме преподавателей истории в Тобольске в октябре прошлого года и на ряде других. Основные цели, идеи, концепции уже излагались нами на представительных собраниях. Сейчас вы можете следить за какими-то основными положениями этой концепции по этим слайдам. Я же хочу сосредоточиться на том, что прошедшее обсуждение выявило большой интерес широкой общественности к историческому просвещению, в частности, к преподаванию истории в вузах. Было получено нашей рабочей группой более 600 замечаний по тексту проекта. Работа по изучению и освоению этих замечаний и доработки концепции с их учетом проводилась в течение нескольких месяцев. И сейчас, к исходу прошлого года и в начале января этого, можно считать, что она завершена. И подводя итоги этой работы, хотелось бы отметить те важные положения, выводы, которые мы достигли на завершающем этапе этой работы. Важно было определиться с наименованием документа. В дорожной карте употреблялось два названия, концепции и стандарт. Стандарт, я думаю, что в соответствии с жанром полученного документа его правильнее называть концепцией, поскольку главной его целью было обозначить основные параметры курса, его основные идеи, то есть положение концептуального характера. И, кроме того, наименование стандарта подразумевает, что речь идет о документе нормативного статуса, но он может стать таковым только в случае его утверждения государственным регулирующим органам, чего пока не произошло. Концепция посвящена преподаванию в вузах истории России, но я должен подчеркнуть, что с самого начала мы перед собой поставили задачу интегрировать в содержании курса материал по истории мировой, всеобщий, поскольку история России развивается в тесной связи с мировым историческим процессом. И необходимо было выявить общие тенденции, особенности развития, подчеркнуть роль России в мировой истории, ее вклад в мировую культуру. И при активном содействии Института всеобщей истории РАН были окончательно отработаны положения концепции, касающиеся мировой истории. Как правило, материал по всеобщей истории располагается в начале каждого раздела, посвященного отдельным хронологическим периодам. Кроме того, этот материал постоянно привлекается, когда речь идет о международной политике России, о взаимодействии в сфере культуры, экономики и так далее. Обозначены в документе наиболее актуальные темы мирового исторического процесса, в том числе революции, реформы, освоение новых территорий и колониальной политикой мировых держав, причины и предпосылки глобальных международных конфликтов, прежде всего двух мировых войн и тому подобное. Большое внимание уделяется странам Европы, но это не означает некоторого крена в сторону европоцентризма. В самом деле, многие ведущие процессы мировой истории так или иначе разворачиваются или берут свое начало именно в Европе. И Россия в своей истории теснее всего была связана с европейскими странами. Но в концепции при этом уделяется необходимое внимание странам Востока, Азии, Африки, контактам России в этом направлении. И хотелось бы подчеркнуть, что зафиксированные в концепции положения в отношении начала Второй мировой войны как раз ориентированы на вот это новое осмысление и новое освоение нашего восточного, так сказать, сектора исторической науки. В концепции специально подчеркнуто, что первый очаг Второй мировой войны сформировался на Дальнем Востоке. И фактически война началась в июле 1937 года после массированного вторжения японских войск на территорию Китая. А мировой характер она приобрела, как известно, с 1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу. Если вкратце сказать о работе с замечаниями, поступившими в ходе обсуждения, то мы, конечно, по возможности их учитывали, но надо иметь в виду следующее. Многие коллеги предлагали подробнее разъяснить те или иные вопросы. Но это далеко не всегда возможно, так как текст концепции весьма лапидарен по ее жанру. И такой жанр не предусматривает подробного раскрытия тех или иных сюжетов. Это должно быть сделано в учебнике или на занятиях. Иные коллеги, напротив, отмечали, что текст концепции, особенно в части объема дидактических единиц, слишком обширены, не может быть полностью реализованы в рамках учебного курса, даже в объеме 144 часов, что определено приказом Миноборнауки. В связи с этим сделано нами важное уточнение. Перечень, набор дидактических единиц, содержащийся в каждом разделе, предлагается не в качестве некого обязательного минимума, а в качестве основы для раскрытия положений, содержащихся в концептуальной части соответствующего раздела. Конечно же, при работе с пожеланиями авторский коллектив исходил из того, что основополагающим для нас является принцип научности. Поэтому мы игнорировали некоторые суждения субъективного характера, не находящие подтверждения в науке. При разработке концепции с самого начала учитывались результаты нашей большой работы над академическим трудом «История России» в 20 томах, который в текстуальной части сейчас близится к завершению. Многие идеи и положения этого труда нашли свое отражение и воплощение в тексте концепции. Конечно же, большое значение для нас имели и активно отмечавшиеся в нашем обществе недавние юбилейные даты отечественной истории. Прежде всего, это 75 лет Великой Победы в Отечественной войне, 350 лет со дня рождения Петра, 300 лет провозглашения Российской империи, 100 лет Великой Российской революции, 100-летие начала Первой мировой войны, 800-летие Александра Невского. И эти даты активизировали профессиональное историческое сообщество, были проведены множество крупных научных конференций. Итоги нового осмысления, нового познания этих важнейших для вас дат и событий нашли отражение в концепции, например, в положении о Великой Российской революции. Именно в такой формировке революция, которая началась в феврале 1917 года и завершилась в конце 22-го с завершением Гражданской войны и созданием Советского Союза. Эти же конференции дали нам хороший новый материал об особенностях внешней и внутренней политики Российской империи в сравнении с другими державами имперского типа, о роли Александра Невского в противостоянии агрессивным устремлениям Запада и многое, многое другое. Я должен конечно же вкратце сказать, что при доработке концепции внесены уточнения в ее разделы касающиеся региональной истории и отраслевой истории. С самого начала было признано, что региональная история имеет важные значения для формирования исторического сознания, нашей общегражданской идентичности, поскольку история региона неразрывно связана с общей историей страны. Вопрос об отраслевой истории важен в связи с тем, что предлагаемый курс обращен к студентам не историкам, а обладевающим каждой своей профессией. В ходе дискуссии возникали опасения о нехватке времени, перегрузке студентов в результате внедрения контента по региональной отраслевой истории или напротив стремления использовать как можно в большей степени выделенные на историю 144 часа для региональной или отраслевой истории. Но в итоге в концепции закреплено положение, что история региона не должна оказаться за пределами учебного плана студентов неисторических направлений. Однако точное количество учебного времени, которое выделяется на региональную историю, целесообразно не определять, на наш взгляд. Это остается на усмотрении вузов, как и разработка самих программ. При этом не исключается используемой для этого доли из четырех зачетных единиц, выделяемых на историю, что также остается на усмотрении руководства вузов. Что касается отраслевой истории, то с учетом исключительного разнообразия возможных в данном случае дисциплины подходов, рекомендовали бы изучать проблемы профессиональной истории в рамках специальной подготовки студентов, а в курсе истории России предусмотреть возможности междисциплинарных связей и занятий, посвященных истории культуры, истории экономики и тому подобное. Кроме того, в концепции содержится ряд рекомендаций методического характера, нацеленных на решение указанных проблем, проектная действенность в форме междисциплинарного проекта, направленного на изучение научных открытий и научной повседневности в регионе того или исторического периода и тому подобное. В завершение я хотел бы благодарить Миноборнауки и Российский исторического общества за эту ответственную работу, необходимость которой, Сергей Евгеньевич, уже была для нас очевидна несколько лет назад, когда мы начали работу над обновлением школьных учебников. И тогда уже тогда была идея о том, что необходимо рассмотреть ситуацию и в области высшего образования. То, что мы сейчас начали делать, мне кажется, это очень полезная важная вещь для всего нашего исторического сообщества, для всех вузов страны, в конечном итоге для всех граждан нашей страны. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Александр Оганович Шубарьян, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Валерий Николаевич, я думаю, что у нас сегодня знаковое событие по нескольким причинам. Первое, что я хотел бы сказать, что мы открываем новый этап для того, чтобы не регламентировать, а внести какое-то организующее начало в преподавании истории высших учебных заведений. Естественно, что в последние годы, это справедливо, главное внимание было обращено на преподавание истории в школе. Об этом говорил постоянно президент, говорил нашей страны, руководство. Это было в центре внимания общественности. Мы проделали большую работу, как известно. Существует культурно-исторический стандарт, на базе которого созданы учебники, довольно много линеек. И сейчас идет вопрос о совершенствовании преподавания истории в школе. Я хотел проинформировать, что было принято в конце прошлого года решение. Сейчас готовятся две линейки по отечественной истории и по всеобщей истории, причем по истории 20 века, насколько я понимаю, работа ведется ускоренно, чтобы 1 сентября учебники новой поступили в наши школы. Одновременно с этим побудительным мотивом стало решение министерства, которое было встречено одобрительно всем историческим сообществом о преподавании истории в высших учебных заведениях как обязательный предмет. Это старый спор, который происходил, и я думаю, что это было важное решение министерства, и именно в контексте этого решения началось обсуждение, как преподавать историю в высшей школе. Я очень приветствую и то, что было сказано сегодня во вступлении Сергеевичем Нарышкиным и Валерий Николаевичем Фальковым, нашим министром, относительно того, что здесь сохраняется университетская автономия в этом вопросе, особенно для преподавания истории в университетах как основной профильной специальности. Здесь университеты сами решают, что это будет, учебник, учебное пособие, курсы, лекции и так далее. Но возникла потребность подготовки материалов для неисторических вузов, неисторической специальности. Это огромное количество студентов, это большое количество наших высших учебных заведений. И вот для того, чтобы как-то внести здесь какое-то организующее начало, было принято решение о подготовке этой концепции. В этом смысле я хотел бы сказать прежде всего, что значение концепции стоит в том, что оно как бы открывает некий путь для новых подходов к преподаванию истории и высшей школе. Должен сказать, что перед организаторами Прежде всего, с Институтом Российской Истории стояла в этом смысле важная задача. Как, не нарушая общих принципов университетской автономии, как, не нарушая принятых порядков, создать такую концепцию. И я должен сразу констатировать, что мне кажется, что Институт справился с этой задачей. Было много замечаний, много пожеланий еще и потому, что это было сравнительно новое дело для университетского сообщества. Мы проводили, я проводил заседание УМО по истории, на котором были деканы почти всех факультетов России, и они все активно участвовали в обсуждении этой концепции, и как раз все отмечали инновационный характер этого всего дела. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, то, что мы имеем профессионально хорошо подготовленный документ, который, мне кажется, может быть сегодня одобрен и взять за основу дальнейшей работы. Конечно, я сразу хочу сказать, что это еще не учебник. На основании этой концепции будут готовиться учебники, я надеюсь, тоже на конкурсной основе, будут выработаны некие уже какие-то более серьезные дидактические материалы, но в целом это не директива и в этом преимущество и достоинство материала, это перечень необходимый минимум, если угодно, событий отечественной и мировой истории, который должен быть в курсе преподавания истории на неисторических факультетах. В этом смысле он созвучен с тем культурно-историческим стандартам, который мы сделали, который был одобрен и зарекомендовал себя в средней школе. Второй момент, который тоже совершенно инновационный, это впервые делается попытка такого синтетического курса, то есть вот о чем говорил Юрий Александрович, отечественная история и всеобщая история. Но моя позиция здесь известна в отношении средней школы, я считаю, что это наше главное преимущество перед всем миром, что у нас преподается в равной мере и отечественная и всеобщая история. Я рад, что сейчас, по крайней мере, до конца этого года принято решение подготовить эти две линейки учебников. Но для высшей школы, в частности, для этого типа учебных заведений было принято решение справедливое, что это должен быть какой-то единое концептное. Было много замечаний по первому варианту, но я должен сказать, что поблагодарить Институт Российской Истории и Российское Историческое Общество, которое активно участвовало в этой работе, что мы смогли, они согласились, смогли выработать общий документ. Мы сделали очень много предложений и замечаний по тексту, которые были сделаны и от Института всеобщей истории, и от УМО, которое проходило, и где мы собрали мнение многих наших отделений региональных по стране. И эти все замечания были переданы тем, кто создавал эту концепцию. И я вчера еще раз посмотрел, вечером я получил текст, и с удовлетворением могу сказать, что все абсолютные замечания, все предложения, которые нами были сделаны, они все вошли в подготовленный документ. И это, мне кажется, очень важной такой тоже важной инновацией, как теперь говорят, для того, чтобы понять, как лучше может быть понимать историю нашей страны в контексте общемировых событий. Конечно, в практике это будет непростое дело, потому что преподаватели кадровые, о чем говорил и Сергей Евгеньевич, и Валерий Николаевич, кадровая подготовка кадров и чтение этих курсов потребует от преподавателей, которые будут вести этот курс, знания и отечественной, и мировой истории. Вот, в университетах, как правило, это все-таки разные специальности для общего исторического курса. Но это уже другой вопрос. Я очень приветствую идею специальных курсов повышения квалификаций, где можно было с участием и ученых, и практиков подготовить все-таки тот коллектив преподавателей, которые могли бы читать этот, я бы сказал, синтетический курс. Поэтому, в целом, отмечая эти позитивные вещи, я хотел бы еще сказать, что я думаю, что в процессе дальнейшего обсуждения и в процессе практики внедрения этой концепции уже в жизнь университетских министерского сообщества, и особенно в связи с подготовкой учебных учебников и учебных материалов и пособий, я думаю, можно будет уточнить некоторые еще положения, формулировки. И для этого есть все основания, потому что в нынешней концепции нет окончательного решения, там есть намечены только названия событий, и даже, что мне кажется важно, отмечены некоторые дискуссионные вопросы, которые есть. В целом, я думаю, что важно показать нашим молодым людям, что есть история живая наука, она развивается в столкновении разных мнений, мы имеем общий подход, общую концепцию, мы имеем общую цель и задачу, которая сформулирована, связанная с воспитанием молодого поколения, патриотическом духе и гражданственности, а вот от конкретной оценки конкретных некоторых событий, она может быть раскрыта уже преподавателями при чтении курса. Еще раз хочу сказать, что я поддерживаю предложенную концепцию и поддерживаю предложение о том, чтобы сегодня нам ее утвердить. Спасибо. Спасибо большое, Александр Роганович. И я попросил бы выступить еще Екатерину Борисовну Алтабаеву, сенатора Российской Федерации, председателя Совета отделения РИО в Севастополе. Пожалуйста. Вижу. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые коллеги, вопросы исторического образования и просвещения ныне приобрели особую остроту. Хочу сказать, что на площадке комитетов Прошу прощения, Совета Федерации, на заседаниях Палаты регионов вопросы качества преподавания истории, в том числе высшей школе, учебной, просветительской, гуманитарной деятельности, преподавания региональной истории вызывают бурные, оживленные дискуссии. И мы понимаем, что история всегда на интеллектуальной передовой, но сегодня запрос общества на объективные, полные знания о прошлом и настоящем нашей Родины особенно значительен, высок. Общество ждет конкретных решений, действий уполномоченных органов исполнительной власти, научного, педагогического сообществ, направленных на сохранение исторической памяти, защиту исторической правды, сбережения традиционных духовно-нравственных ценностей. В этой связи шаги, предпринятые Министерством науки и высшего образования в целях совершенствования системы исторического образования вузов, считаем необходимыми и эффективными. Важнейшим этапом этой работы стало создание проекта концепции преподавания истории России для неисторических специальностей. Выскажу не только свое мнение, но и преподавателей вузов, и прежде всего города федерального значения Севастополя, что разработанная концепция это фундаментальный и давно ожидаемый программный документ, в котором зафиксированы единые методологические подходы, выделены основные содержательные блоки курса «История России», определенные цели, принципы преподавания истории Отечества в рамках высшего образования. Коллеги поддерживают подход, когда рассмотрение событий отечественной истории, их осмысление сочетается со сведениями о наиболее значимых процессах и событиях в истории зарубежных стран. Это дает возможность сформировать представление о роли и месте России в мировом историческом процессе, уникальных, особенных и общих чертах ее развития по сравнению с другими цивилизациями. Коллеги преподаватели говорят о том, что такой способ подачи материала вызывает больше интерес у студентов. Считаю важным отметить, что в концепции уделено внимание необходимость интеграции региональной истории с общим курсом истории Отечества, что чрезвычайно важно для формирования общегражданской идентичности и патриотизм, о чем сегодня все говорили. Но хотел бы подчеркнуть, что на недавней встрече с историками коллеги присутствовали на встрече с президентом Российской Федерации 4 ноября 2022 года была особенно подчеркнута необходимость изучения региональной истории, что нашло свое отражение в поручениях президента декабря 2022 года. В Севастополе накоплен определенный опыт изучения региональной истории в средней высшей школе и в настоящее время начата работа над созданием учебника по истории Севастополя для высшей школы. Очень надеемся на поддержку Института российской истории, которая курирует возможно будет эту работу. Считаем очень удачным структурное деление каждого раздела на текст концептуального характера, в котором раскрываются основные смыслы процессов, явлений, событий той или иной эпохи и собственно перечисление структурных единиц необходимых для изучения. Мы полагаем, что поскольку студенты уже владеют определенными знаниями, полученными в школе, при работе в студенческой аудитории необходим проблемный уровень преподнесения материала. Именно такой подход и предусмотрен концепцией. При написании рабочих программ преподаватели самостоятельно отберут факты, события, которые будут использованы при раскрытии ключевых проблем периода. Я хочу сказать о том, что, конечно, для этого нужна дополнительная профессиональная подготовка, о чем сегодня говорили. Это, конечно, такая серьезная задача. Мы уверены, что министерство в этом плане сделает все необходимое. Именно так поступили в Севастопольском государственном университете при планировании работы этого года. Рабочие программы по курсу Истории Отечества для неисторических специальностей в нынешнем учебном году были составлены с учетом подходов, предложенных в концепции. Программа курса также дополнена социально-гуманитарной учебной практикой, которая проводится на базе музейных и исторических объектов города Севастополя. 144 часа, отведенных на изучение учебной дисциплины Истории Отечества, разделены на два семестра. 54, при этом, сразу хочу сказать, как аудиторная нагрузка разделена. 54 часа это лекционная работа и 54 часа это семинары. И в первом семестве студенты будут сдавать зачет, во втором дифференцированный зачет. И полагаем, что это даст возможность получить достаточно глубокие и прочные знания на основе того, что было дано, конечно, в школе, потому что рассчитываем на эту базовую подготовку. Конечно, сегодня очень хочется сказать спасибо Юрию Александровичу Петрову, коллективу, Институту Тарасейской истории, Академии наук за всем коллегам, которые вложили огромный труд в то, чтобы концепция появилась, была создана, обсуждена, и сегодня мы могли уже видеть ее конечный результат этой работы. Это, безусловно, качественная основа для преподавания истории Отечества для неисторической специальности в вузах. Но хочу с коллегами обсудить еще один вопрос. Конечно, концепция, наверное, сегодня будет утверждена, станет официальным документом. Конечно, нужны учебники. Мы понимаем, что автономные права каждого высшего учебного заведения, они закреплены в законе об образовании, будут соблюдены. И все-таки нам нужно подумать о том, чтобы были учебники, которые бы соответствовали тем требованиям, тому уровню, который заявлен в концепции. Поэтому очень рассчитываем на то, что эта архисложная работа будет сделана. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Екатерина Борисовна. У нас данный с небольшой впереди как раз о мерах по реализации концепции будет выступление. Но поскольку третий вопрос об утверждении концепции, Юрий Александрович справедливо отметил, что была проведена очень большая работа с профессиональным сообществом, в целом за всеми заинтересованными коллегами и удалось обобщить. У нас выступили и Александра Агановича и Екатерина Борисовна. Я тогда предложил бы утвердить соответствующую концепцию, понимая, что о мерах по реализации там целый блок вопросов, которые будут наверняка представить и упоминаемое повышение квалификации преподавателем и соответствующей площадка, на котором надо преподавателей на мой взгляд не единожды в год собирать и давать возможность профессионально общаться, в том числе корректировать какие-то вещи и вопросы учебников и многое-многое другое. Мы об этом сейчас еще поговорим. Тогда кто за то, чтобы утвердить концепцию преподавания истории для неисторических специальностей и направлений, в каком-то смысле это само по себе исторический факт будет, прошу голосовать. Кто за? Уважаемые коллеги. Да. Кто против? Кто воздержался? Я благодарю вас, коллеги, за единогласно принятое решение. Я считаю важным, чтобы оно именно было так вот публично и мы все показали, что у нас есть единение и со стороны вузовской академической науки и тех, кто занимается историческим просвещением и общественной организацией и регулятор. Здесь буквально представлены все, кто так или иначе может быть заинтересован. Спасибо. И поэтому я сейчас хотел бы предоставить слово коллеге своему заместителю министра Константину Личу Могилевскому как раз о мерах по реализации теперь уже утвержденной концепции. Пожалуйста, Константин Лич. Большое спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Валерий Николаевич. Нам предстоит конечно все вместе большая работа для того, чтобы до начала учебного года, до 1 сентября принять исчерпывающие меры для того, чтобы сегодняшнее решение и соответствующий приказ министерства о четырех зачетных единицах были бы исполнены. Мы с коллегами в кратчайшие сроки подготовим методические рекомендации для высших учебных заведений для наших университетов по подходам к реализации концепции. Конечно, они будут включать в себя и то, о чем сегодня говорили Валерий Николаевич, Сергей Евгеньевич, и коллеги в отношении характера контактной работы и другие нюансы. Планируем, несомненно, провести серию мероприятий по повышению квалификации преподавателей вузов. Несомненно, это востребовано. Вчера в Волгограде встречался с проректорами, заведующими профильными кафедрами. есть потребности, есть запрос от коллег. Мы обязательно это организуем в первом полугодии этого года, как минимум по федеральным округам, но ориентироваться будем, конечно, при этом на потребности университетов. Звучат и не только на нашем сегодняшнем заседании вопросы о подготовке учебников. Мы, конечно, ясно отдаем себе отчет в том, что роль учебника в университете другая, не такая, как в школе. Но, тем не менее, для преподавания истории на неисторических направлениях подготовки, разумеется, нужны учебники, учебные пособия и в целом комплект методических материалов для помощи преподавателям. будем двигаться к тому, чтобы готовить типовые учебники, наверное, по крупным областям знаний, потому что очевидно, что для студентов-филологов и для студентов-медиков с учетом необходимости уделить внимание и отраслевой истории, они должны быть немного разные, но объединять их должно общее ядро, включающие в себя основные подходы к российской и всемирной истории, интерпретации ключевых событий. Это, уважаемые коллеги, большое дело, которое, разумеется, по ходу его реализации будет требовать обязательно тонкой настройки, консультации с профессиональным сообществом и в этой связи я хотел бы обратить внимание на то, что у нас очень удачный, на мой взгляд, получился формат национального форума преподавателей истории. Первый национальный форум преподавателей истории прошел в прошлом году в Тобольске и у нас есть идея совместно Миноборнауки России и Российского исторического общества сделать этот форум ежегодно. Тобольский форум преподавателей истории. И я думаю, что если мы запланируем ближайший такой форум на осень этого года, мы сможем там обсудить и посмотреть, как собственно этот процесс начался в вузах и каких дополнительных настроек, каких дополнительных решений может быть потребует ситуация для того, чтобы добиться нашей главной цели обеспечения необходимого качества исторических знаний у всех студентов, которые получают в России высшее образование, независимо от направления подготовки. Спасибо большое. Спасибо, Константин Ильич. Коллеги, мы по повестке дня в целом отработали. Кто хотел бы высказаться? Сразу хочу сказать, что мы сейчас конечно все меры по реализации концепции, как Константин Ильич сказал, систематизируем и ждем ваших предложений, поскольку эта работа такая, она еще что называется в черне. понимание основных этапов есть, но будем признательны за предложение и очевидно, что задача достаточно масштабная. В первую очередь она касается, я прошу в данном случае коллеги всех представителей академических институтов, университетов крупнейших здесь и Российской Академии Образования, Ольга Юрьевна, мы с вами говорили об этом, включиться, поскольку страна большая, университетов много, и молодежь, и те, кто сегодня работает, надо включать активно в эту работу сейчас, и здесь нам, конечно, надо помочь с повышением квалификации, тем более и запрос большой, что называется, смест подобный есть. Ну и по поводу учебника, методических материалов, регулярных площадок, так или иначе, вы видите, что воспонимание есть, мы эту работу обязательно наладим, и как-то всегда мы делали в предыдущие годы очень тесно опираясь на российско-историческое общество, которое объединяет самый широкий круг экспертов, общественности, профессионалов. Если кто-то хотел бы выступить, пожалуйста, с тех, кто присутствует в зале, с тех, кто у нас по ВКС, будут желающие коллеги. Ну, с учетом того, что свою главную миссию утвердить концепцию преподавания истории в этот памятный день мы выполнили, Сергей Евгеньевич не могу не предоставить, может, пару слов хотя бы в завершении. Вы имеете в виду некая торжественная часть нашей встречи? К этому можно перейти? Ну да, сэр. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить вам, что прошлый год для российского исторического общества был особым. Это был десятый год с момента воссоздания, именно воссоздания российского исторического общества, потому что мы являемся продолжателями историко-просветительской работы и тех традиций, которые были заложены нашими предшественниками еще в XIX веке, я имею в виду тех, кто создал и работал в русском императорском историческом обществе. И вот за 10 лет работы российского исторического общества сделано довольно многое и нам очень было приятно слышать высокую оценку 4 ноября, приятную оценку и высокую оценку со стороны Владимира Владимировича Путина. И должен сказать, что к этому событию, к десятилетию президентом был подписан указ о награждении большой группы тех, кто внес наиболее чувствительный и заметный вклад в работу Рио, хотя я считаю, весь большой коллектив работал очень дружно, слаженно, и все заслуживают и благодарности, и наград. Ну, кто еще не получил, все впереди. И одна награда не вручена. Награда не вручена Константину Ильичу Могилевскому по причине того, что он был очень занят в тот торжественный день, когда награды вручались. Хочу сказать, что Константин Ильич в течение 10 лет очень много сделал для российского исторического общества, в течение шести последних лет возглавлял на посту исполнительного директора такой очень эффективный инструмент, нашей историко-просветительской работы, как фонд истории Отечества два последние годы, был и председателем правления российского исторического общества, и понимая значение науки и высшего образования, значение для историко-просветительской работы, российское историческое общество командировало Константина Ильича на высокий пост заместителя министра. Конечно, у нас были сложные чувства при принятии этого решения, но мы, повторяю, имели в виду и ответственно отнеслись к этому решению, понимая, какое значение имеет работа Министерства науки и высшего образования для преподавания истории и историко-просветительской работы. И вот сегодня в таком составе, в таком коллективе я с большим удовольствием вручу Константину Ильичу очень высокую и по-настоящему заслуженную государственную награду. Прошу ведущего объявить указ президента. Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2022 года номер 796 о награждении государственными наградами Российской Федерации за активное участие в деятельности Российского Исторического Общества Орденом Дружбы награждается Константин Ильич Могилевский. Пожалуйста. Пожалуйста. Большое спасибо уважаемый Сергей Евгеньевич Валерий Николаевич дорогие друзья. То что президент России по представлению Сергея Евгеньевича наградил целый ряд членов Российского Исторического Общества государственными наградами говорит конечно о том значении которое руководство страны придает нашей работе о государственном значении этой общественной работы. Вместе с тем конечно природа Российского Исторического Общества и характер его деятельности именно общественная. И как любая хорошо работающая общественная организация действует на основе взаимовыручки взаимопомощи ну и такой трудовой дружбы. И задача исполнительного органа Российского Исторического Общества управления в котором мне посчастливилось 10 лет работать как раз и состоит наверное в первую очередь в обеспечении условий для взаимодействия всех членов общества для их дружба. И будучи как сказал Сергей Евгеньевич командирован в Министерстве науки высшего образования и исполняя с чувством полной ответственности все возложенные на меня должностные обязанности я по-прежнему буду делать все для того чтобы мы вместе достигали нашей главной цели чтобы наши граждане наши молодые люди знали бы историю. Спасибо большое. Благодарю всех за работу спасибо огромное и до новых встреч. Спасибо.